Возможно, финальная карта для одной команды, чтобы точно укрепиться на третьем месте, либо одна карта для того, чтобы выйти одной из команд уже в гранд-финал. Но мы это узнаем с нашей аналитикой, потому что впереди оверпасс, выбор команды Virtus.pro. У них там неплохая статистика, 6 карт, 67% виндрейта, но 67% виндрейта есть также у Акума, но команды там были явно послабее. Команда The Incas на двойных овертаймах и также на коллектив OneWing, где без ТБшки также не обошлось. Ребята, что вы думаете по поводу оверпасса? Если мы берем, опять же, в расчет Мираж и сейчас общую форму команды Акума, есть ли хотя бы малейший шанс и надежда, что Акума порадует своих болельщиков? Шансы есть всегда. Вопрос в том, как парни построят свою игру, потому что, скорее всего, опять же, они начнут в защите, потому что это выбор команды Virtus.pro. Я вчера это говорил в матче Акумы, что если они наберут меньше 9, это 100% луз. Они набрали меньше 9, это 100% луз, причем там, опять же, было без шансов. А, не знаю, против ВП, если вдруг ВП доберет там условно 9-10 раундов, и как только Джейм доберется до ВП, я это и вчера говорил, там делать будет очень нечего. Очень нечего. Очень нечего. Смотрите, но Акума каждый раз начинает практически в роли догоняющих. У них было вчера, они вели 3-0, потом отдали 2 Кабаю против Гамбит. И сегодня тоже самая история. То есть мы видим Мираж, где у них тоже с старта ничего не получается, они опять в роли догоняющих, и постепенно им приходится вот догонять, догонять, догонять. И они с этой ролью догоняющих не справляются. И вероятно, и очевидно, что ребятам нужно самим старт захватывать 5-0, 6-0, и тогда уже, возможно, поверив в себя, они что-то могут еще и показать на оверпассе. Как вы думаете, получится ли вот старт за ними вот прям в защите? Ну, очевидно, что да, они будут играть в защиту, но при этом всем, что они не смогут играть ее по макро. То есть в чем кайф защиты на оверпассе? У тебя еще очень много пространства для того, чтобы отыгрывать отходящие постепенно позиции. То есть ты начинаешь с Фонтана, например, постепенно закрываешься потом в туалетах, байтишь раскидки, потом закрываешься постепенно поближе к пленту, потом на три плента. Потом можно играть вообще из-под банка вместе с холпой. И это главное, типа, плюс оверпасса в дефенсе. Те команды, которые умеют это делать, например, СК, так очень круто раньше делали, да, если мы вспомним старые времена, бразильские доминирующие, контрстрайка. И именно в этом смысл. В случае, соответственно, с Акумой, она, очевидно, будет играть не из-под этой ситуации. Она будет понимать то, что макро — это не про это. Им нужно снова идти на контакт, как на мираже. И если у них будет получаться зарабатывать при помощи контакта себе плюсы ранние, если у них будет получаться зарабатывать себе большинство из-под них играть уже в лейтгейме, но в постбомбе, постплейнте, то в этом случае есть хотя бы какой-то по-настоящему хороший шанс. Но мы понимаем то, что если мы возьмем слагаемое в виде контактов, которое было на мираже грустным, если оно останется ровно таким же, все будет ровно таким же образом, как и на мираже, к сожалению, хотя карта вроде как другая. Но проблема-то в мираже была именно в дуэлях, когда ребята стрелялись один на один. Там все было далеко в пользу команды Virtus.pro. А почему, по-твоему, это происходило? Именно потому, что парни не готовы играть через как раз-таки закрытые позиции, через раскидки и все остальное. В смысле, они не готовы, а просто они знают, что ВП в этом вопросе лучше, а на оверпассе тем более. Это полная правда, если я согласен. То есть, как вы считаете, правильно я понял, что нужно ребятам действовать не то, что номером один, а вот прям самыми-самыми первыми и пытаться по себе? Ну, типа классические пик-оффы, тебе нужны сетапи классические пик-оффы. Да, у тебя спауна вапера, например, под фонтан, под сетапил ему на флешку, типа выстрелил, получил минус, отошел, играешь 5 на 4 в дефенсе в глубоком, пытаешься выиграть из-под этого. Нету спауна нормального на это, выходишь, соответственно, в андерграунд, на коннектор, соответственно, работаешь там под флешку. Тоже делаешь один пик-офф, валишь обратно в дефенсе. Что такое пик-офф? Как пик-ап, только пик-офф. Пик-ап я знаю, я в этом мастер. А что такое пик-офф? Пик-офф это когда делаешь один минус. Ну, типа, смотри, ты пытался... Лойс. Пик-ап это когда попытался закадричь одну девочку, да, типа... Какие разные у нас понимания пик-апа? Это когда она сказала вот пока. Вот ты должен выйти, сказать пока. И уехать. И уехать. Слушай, ну, опять же, мы же помнишь, когда выиграли Акумы, мы постоянно отмечали два чувака, точнее, два игрока. Это Сенсей плюс Демка. По КД там кто-то 30 настрелил, кто-то там второй тоже под 30. Сейчас нет такого момента. То есть банально либо соперники не подставляются по стрельбе, либо у самих игроков команда Акума так не идет. По-моему, одна карта была выиграна у команды Акума, когда Сенсей не настрелял 20 плюс фрагов или Демка. И тогда Сергис, по-моему, с Саней зажгли. Все, по-моему, одна карта. Поэтому если вдруг сейчас Сенсей включится, то будет жара. И если нет, то 2-0. И мы быстро сворачиваем этот финал нижней сетки и уходим в гранд-финал. Вот, грустно, грустно. Ну, кстати, смотри, на Мираже же у нас не так часто и Джейм появлялся. То есть он еле вышел в плюс КД. Ты видишь, что он делал второй матч подряд? Он вчера против Спирита вообще не знаю. Бустер там просто, я не знаю, что он там пьет или что с ним не так. Нет, на самом деле все так. Но он там в стаканчике есть. Ну да, это правда. Ну, короче, настреливает 30 плюс фрагов на первой карте вчера, по-моему, да, что-то около того. И сегодня. Сегодня вместе с Якиндером он тоже там 20 с копейками. То есть он стабилен. Хотя раньше, ну, я Бустера никогда не считал, что он прям супер какой-то там невероятный талант в плане стрельбы. Был, он реально очень крутой макро-плеер, но, то есть, понятное дело, был Якиндер, был Джейм, который, Джейм там условно, ему дали спейс, он дал фраги. Есть Якиндер, который вышел и сам дал спейс и дал фраги. А Бустер, ну, как правило, такой, знаешь, типа, и ассистент неплохой, и, в принципе, в разменную монету может нормально сыграть. Но Бустер второй день подряд просто не чувствует соперников. Неважно, там, Спирит это или же команда Аккума. Он хорош. И Якиндер сегодняшний отличается от вчерашнего. Прямо вот кардинально. Потому что Якиндера вчера не была. Да, он вчера вообще отыграл карту, что, вроде, 4 фрага у него было за всю карту, мы такие, в смысле. Так разве вообще бывает хоть как-нибудь в этом плане? Но мы по-прежнему считаем, что нужно определенное включение именно по индивидуалке игроков команды Аккума, иначе просто ничего не получится. Потому что мы помним также и Джейки неплохо настрелил в какой-то момент. Может быть, мы не так часто вспомним, кто у них там еще играет. В пятом. У кого? У Аккума. Демк, Сергис, Сенсей. Сайка. Сайка. Джейки. Джейки. Я их назвал. Ну да. Это мой любимый БТС, слева направо. Весьма-весьма неплохо. На самом деле, еще момент в том, что, если мы вспомним Virtus.pro, если мы не берем конкретно индивидуальные скиллы и так далее, в начале турнира, да, и даже в начале плей-оффа, ты думаешь, окей, ну может ли команда Virtus.pro победить Team Spirit, которые вообще невероятно круто выступили в групповой, они не проиграли там ни одной карты, потом первая стадия плей-оффа тоже ни одной карты, и потом вот начинается заливка, да, они дропаются вниз, и ты думаешь, ну Team Spirit, они смогли победить Navia, вылетев их из чемпионата, выбив их из чемпионата, они, соответственно, с этим, ну могут ли все еще Virtus.pro победить Spirit? И ты такой, сомнительно. Но в ВП из-за того, что произошло очень-очень крутое наращивание формы, да, именно в самом начале, то есть мы видели совершенно других парней, сейчас это совершенно другой коллектив, именно вот таких ВП ты не хочешь встречать в борьбе за гранд-финал, ну совсем, вот, поэтому очевидно, что здесь будет очень сложно на второй карте. Ну смотри, а для ВП, ладно, это мы потом поговорим, уже, возможно, после второй карты и 2-0. Да, да, и еще и ТМчик, видимо. Но будем молиться, чтобы нет. Я хочу, чтобы Акума показала свою последнюю карту шикарно совершенно, чтобы она доказала всем все, что нужно. Хорошо, мы ждем настоящий бой от команды Акума, а также коэффициент от Primatch 8 на коллектив Акума, 1.06 на Virtus.pro в рамках победы на всем Best of 3 матче. Ну а вы, друзья, если хотите еще успеть получить замечательный бонус от Primatch на 9200 долларов в совокупности, торопитесь, потому что до конца акции чуть-чуть больше часа, и если вы хотите в прям последний вагончик ворваться, то вам по ссылке pmbet.rg.rmr. Переходите, участвуйте, у вас буквально чуть больше часа. Но этот матч для вас прокомментирует Sleep Some Wild и DeKreger, ребята. Какие у вас ощущения по поводу этого матча? Легчайшая восьмерка для Акумы. А вообще в матче, ну, то есть прям вот легкая восемь. На самом деле не знаю. Если честно, если без шуток и без юмора, то сложновато. Конечно, первая карта должна была быть, в моем понимании, немножко другой. И как-то, наверное, Акума в целом должны были показывать чуть лучше Counter-Strike. Они показали хороший Counter-Strike, ВП были хороши. Безусловно. И, к сожалению, вот пока что не пошло. Не получилось. Может быть, вторая карта немножко все изменит, и ребята из Акума постараются сделать один-одинный камбэк. Но, опять же, если придерживаться логичной стороны, то, наверное, все-таки Virtus.pro на своем пике должны тоже оказываться сильнее и закрывать своих оппонентов 2-0. Будем смотреть. Ну, наверное, Virtus.pro исправили ошибки прошлого. А то ошибки прошлого их ужалят со спины. Поэтому стоило бы исправить. На оверпассе, естественно, я имею в виду. Так что, наверное, аналитики правы. Вера в Акуму, наверное, какая-то есть. Но, в общем и целом, для ВП это, конечно, может быть, будет развал команды Акума. И, наверное, на ТМ. Просто дело в том, что сильные карты от команды Акума мы видели в большинстве случаев. Это Даст и Мираж. Типа Даст и Мираж от них был вообще просто невероятен. Все наиграно, все красиво. То есть ребята, в том числе, между прочим, на фасиках топ-2 Европы, топ-1 Украина. Вот это все. А вы же понимаете, да, в СНГ какие карты люди-то катают. В основном, типа, это Мираж, это Даст, это Даст, это Мираж, это Мираж, это Даст, это Мираж. Инферно. Это Мираж. Вот сейчас ты сказал один раз Инферно. Вот это вот как раз. И потом дальше. Это Мираж, это Даст, это Даст, это Мираж, это Мираж, это Даст, это Даст, это Мираж. И как бы, типа, вот так вот очень-очень-очень долго это все идет. И неудивительно, что команда, которая вместе играет, бог знает сколько лет, уже, ну, типа, очень много. Project X, опять же, Crazy. Господи, они до Crazy-то еще были, я даже не вспомнил. Лет 7-8. Ну, если говорить о том, что там с 2014 года, то очень много, очень долго. Вот, и поэтому неудивительно, опять же, да, что, как бы, уровень синергии и коммуникации на таких картах крутой. Но, когда в дело вступают карты посложнее, горизонтально, поширше, типа D-оверпасса, замечательно. Вот тут, конечно, начинаются проблемы. Ну что ж, друзья, вторая карта начинается. И давайте в нее включаться вместе с вами. Первый раунд, ребята из команды Акума в защите. Virtus.pro будут атаковать. И посмотрим, что придумают ребятки из команды Акума именно в защите. Потому что, наверное, первая половина много что-то очень решит. Virtus.pro, я более чем уверен, покажут хорошую защиту. Мы вчера, мы недавно совсем буквально, как раз, видели, да, команду Virtus.pro на оверпассе. Поэтому будем просто посылать лучики удачи команде Акуме. Они ей нужны. Нужны, нужны. Но собраться надо будет. То есть прям быть вот уже не такими сорвиголовами. Наверное, сильно поаккуратнее на карте до оверпасса против ВП. Посмотрим. Джеки на Б-плансе. Джеки, как вы понимаете, просматривал монстр, видел там оппонентов. Просматривает монстр, видит там оппонентов. Понимает, что что-то их там очень много. Зовет помощь. К нему приходит пятерочка. Пятерочка это у нас демк. Демк в упоре это Б-шорт. Ну и смотрим, выход на Б. И Киндер сделал фраг по Джеки. 5-4. Большинство демк вырывается, закрывается. Анжена здесь мгновенно с разменами. Сергис закрывает Джеймой. 3-2. Большинство Икиндера здесь не ждали. Но что по стрельбе? Пока что здесь смог Сергис очень сложно с Юспом. У него бомба должна устанавливаться секунду на секунду. Кикерт этим занимается. И, в принципе, ему никто не помешает. 37 секунд на таймере. Сергис вместе с Сенсеем. Сергис очень сложно. Отлетает он здесь от Икиндера. Сенсей последний. И его также закроет Кикерт. Первый раунд для ребят с командой Virtus.pro. 1-0. Хорошее начало. Получается, что так. 1-0 действительно. Акума на катастрофе. Ну, и либо форс. Опять же, наверное, больше форс, чем что-то еще от ребят. Да-да-да. Прямо на все. Сайка Первый закупается. Остальные, я думаю, последуют. Его примеры. 5-55. От наших коллег от Parimatch. Победитель на карте. Это коэффициент на команду Акума. На Virtus.pro 1.12. Соответственно, дорогие друзья. Не забывайте про двойной бонус к депозиту первому. Для новых клиентов сервисов Parimatch. Существует эта прекрасная акция. И баннер по трансляции расскажет вам подробнее. Демк, 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 демк. Вот. Отлетел от Джейма ранее тайминги. Фонтан. Да. Ну, со скаутом попался. Он свой хэдшотит бустера. Это прям очень хорошо. То, что нужно было сделать, это именно прописать хэдшот по своему оппоненту. И он смог. 4 в 4. Ситуация достаточно равна. Посмотрим, что придумывают ребятки дальше у нас с вами. Перезарядка. И отошли. Немного здесь ребята из команды Virtus.pro. Пока пушить не будут. Немного подождут. Джеки. Ворвется ли в монстр? Ворвутся ли в монстр вдвоем или нет? Нет. Будет на серфпозиции стоять. Только чуть ниже. Ногами в полу, так сказать. Ну, больше B плант, конечно. Атаку мы здесь на счет A. Бросили A. Двойка перетекает. Это Сенсей посмотрит, что там на Апланте. А на самом деле на Апланте ничего. Так что Сенсей еще и обратно-нибудь побежит чуть попозже. Через какое-то время. Джеки все-таки погибает. Ширкова тоже вышел. И Санжи да подождал оппонента. ВП опять пойдут на B. Так, ну что ж. Будем смотреть, что у нас с вами будет далее. Здесь смогут ли ребята из команды Акума все-таки втроем доиграть. Находятся они здесь. В большинстве на B плант. Здесь Сайка закрывает кикерца Сергис. Закрывает и Киндера. Три в два у Джем. Для команды Акума Сайка здесь крутится, вертится за... Санжи. Столбом. Санжи. Оп. Проходит оппонента. Против Сергиса остается Санжи. Один в один. Десять секунд. Девять секунд. Восемь секунд. Надо ставить пакет уже. За столбом ставится пакет. Сергис понимает, что не так просто будет. Санжа ради себя далее. Санжа, скорее всего, выиграет эту перестрелку. Он найс вообще от Санжи. Во-первых, квадрокелл. Во-вторых, околоидеальное использование тех ресурсов по гранатам, которые у него были. В третьих позиционках. Господи, блажемой. Просто манифик. Очень хорошо. Ух. Мне прям очень понравилось, конечно. Вот этот Санжар. Так Санжар. А то на него там все ругались. Да Санжар. Да то это. До пятое-десятое. Я в аналитике стою и людям пытаюсь доказать. Санжа, собственно, замечательный игрок команды Virtus.pro. Безумная синергия. Опять же, очень полезен команде. Все так до сливки, до чего-то несешь, до троперы. И вот Санжа наконец-то рубился, собственно, для того, чтобы показать людям, что вот так это работает. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем смотреть. Пока что быстрый и, по всей видимости, на самом деле не должен быть сложным раундом. Для ребят с команды Virtus.pro играют они против 2. Нет, подожди. Только у Сенсея 3000. Это закуп от команды Акума. Да. Очень интересное решение. Это эти четыре человека, которые потратили деньги. Это здесь полностью прав. Ну и под Давапу Сенсея на следующем раунде, походу, будут играть. Уже с пистолетами и все остальные. Это забавно. Жонглирование экономикой в раундах. Типа туда-сюда, сюда-туда. Не уверен, что это... Это точно необычно. Это необычно, да. Я не уверен, что это получится здесь. Но почему бы и нет. Все идеи идут в ход, когда ты играешь против ВП. Так, ну, бустер. Открывается. Закрывает Сайка. Уже два игрока пали. Смерть у храбрых. И Virtus.pro будут заходить в большинстве на этот самый бэплент. Что по сейву потенциальному для Сергиза и Демко? Да? Звучит как да. Звучит как потенциальная снайперская винтовка для Сенсея в следующем. Засейвленный ФАМАЗ для Сергиза в следующем. И у Демко скаут в следующем. Санжи идет выбивать. Да, да, да. Но он получит спину сейчас. И Дигл скинет Сенсей кому-нибудь ищу. Например. Что, в принципе, вполне себе. А кто-нибудь ищу как раз закупит себе еще и второй армор. Несколько гранатов. Будет прям хорошо. Сергиз, что Джейма забирает. Можно... А что там у Джейма? Если дадут захватить еще какой-нибудь девайс. Единственная проблема, что Сенсей не рядом с этим девайсом. То есть только у него не заняты руки праймари девайсы. Ну, так вообще, конечно, грустно получилось. Так что сохранят только ФАМАЗ и скаут, судя по всему. Третий раунд, дорогие друзья, за командой ВП. Да, с потерями, но еще раз мы напомним. Смотри, Киндер как жонглирует здесь. Я думал, он сюрфит. Экономическая ситуация у команды Акума несколько интересная. Потому что закупались несколько интересным образом. Я это так, наверное, назову. Ну и вот посмотрим, что как-то раскидаются. Авапа для Сенсея и так понятно, потому что он так и хотел сделать. А вот остальные... Ну, остальные-то закупаются. И в целом, получается, не так плохо. Не так плохо, да, согласен. Вполне рабочие девайсы. Есть снайперская винтовка Алик. Есть снайперская винтовка Скаут. М-ка ФАМАЗ. Ну и плюс Диггл на Сайка. Достаточно уверенный, хороший и прекрасненький девайс. Не киндер. Сенсей им здесь вот со снайперской винтовки. Попытка что-нибудь придумать. Сенсей ошибается. Но его отпускают отсюда. Но до конца ли отпустит. И киндер ждет флешку. Под флешку здесь врывается. Под флешку Джейма. И закрывает Сенсей достаточно легко. И уверен. 5-4. Раздобыли большинство. Опять три раздобыли большинство, ребята. Из команды Virtus.pro лево читается. Ну, поздновато. Демк закрывает. Все-таки бустер и убегает отсюда. 4-3 большинством для ВПМ. Пока так. Но есть еще в Акумовницах. Для того, чтобы сопротивляться внутри этого раунда. Демк пока все еще с Калашом. Открывается по поняту. И киндера все-таки не забирает. Надо уходить, скорее всего. Держится все еще в туалетах. Но не ушел. Не ушел. Но, наверное, надо было. И в итоге погиб Джеки. Джеки с Фамасом. Чуть дальше. Около Апланта находится Фамаса. Опять же, параметр ТТК очень-очень грустный. Кикер там Сайка еще забирает. И Джеки вот-таки последний остается. Ну, от Кикерта отлетит в ближайшее время, я подозреваю. Ну, похоже на правду. Джеки. 3 хп. Конечно, унести бы ему здесь как-нибудь. Девайс в следующий раунд. Конечно, он уже не боец. По-прежнему Джеки не изменяет себе. Играет без света. В комнате. Отмечали мы это. Ну, а здесь контакт. Ты... Кикерт еле-еле. Там уж экран, стол затряс. У Кикерта вообще жесть. Но испугался, возможно, такого вот интересного парня. Тем более, хедшотом от него. Но 4-0. Пока что хороший начал. Очень уверен для команды Virtus.pro. И вроде как даже ничего не предвещает беды для них. Ничего не предвещает беды. Я согласен. Тяжелые пистолеты для ребят с командой Аккума под скаут для демка. В данном конкретном случае. Ранние тайминги от защиты я бы посмотрел. Это выход на шары. Пятерка, двойка. Даже только пятерка, двойка. В общем, андерпасс пошел. Это Сенсей. Ну, Virtus.pro будут опасаться андерпассов с пистолетами. Потому что в андерпассах постоянно пистолеты бывают от эко-раундов КТ-страны. Так что ВП здесь доджат всю эту историю. ВП доджат и шары. ВП доджат, ну, потенциальный фонтан. Потому что они сами его уже заняли. Соответственно. То есть тут Аккума пока сдают все рубежи, которые есть. Демк со скаутом просматривает своих оппонентов. Возможно, там какие-нибудь подпрыги. Или что-нибудь. Но нет. Спокойно отходит. Здесь флешка ему прилетела. Понимает, что в Блайнде воевать не самая лучшая идея. Никиндер заходит в коннектор. Здесь горит молот. Никого в целом нет. Ребята проверили. И вопрос, куда будет дальше заход от команды ВП. Бомба аж на ланге. В самом начале Джейм как раз-таки вместе с ней находится. И с авиком контролирует всю длину. Санджи тем временем выходит с коннектора. И теперь уже понятно, что заход будет на Апленд. Пока пятером команда Акума остается. Сергейс уже погибает. Но Апленд дочищают ребята из команды ВП постепенно. То есть взяли одного. Сейчас в туалетах второго не взяли, кстати. Сэнсэй. Оп. Не совсем получилось. Оп. Не получилось. Санджи раз-сэнсэй забирает. Сайко. Как тяжело у Сайко. Стрельбата все мимо. Ну там не все, но большая часть его мимо. Дэнк попадает, но не убивает. Потому что скауты. Джеки последний остается. Терло. И ситуация для Джеки будет погибать. От Санджи может быть. Или от кикерта может быть. От кикерта с Галилом. А 0-5. 5 в пользу. ВП. Джеки 1 на 5 играет. Сайко 1 на 5 играет. Все довольно грустно. Для Virtus.pro все в принципе более-менее хорошо. Что значит более-менее все очень хорошо? Как-то не добавить. Дэнк. Вот он. Прямо перед нами. С вебочкой. В прямом эфире. 1.21. КД. АДР 80.9. Хэдшот 52.6. Это кстати очень хороший процент хэдшота в целом. Достаточно неплохой. Ну. Смотрим дальше друзья. Опа. И вот там Олик не пошел. Ну ничего страшного. Зато статап с двумя снайперскими винтовками. Это история, которая в принципе чисто теоретически может сработать в команде Акума. Слушай, ну двигаемся дальше. Получается. Дэнк немножко ПХП получил. Икиндор тоже в ответ. Получил. Сенсей вообще Санжа забрал. Опять же андерпасс. Ранние тайминги Сенсей был хорош. Дэнк 2 авапа. Бэшорт болота Бэпа. Икиндору прошелся. Был хорош. Сейчас конкретно. И это неализованный шанс для Акума забрать свой первый. Так. Здесь Бустер закрывает Сенсей. Промах. Ну и в общем-то по фрагу сделали. Ребята. Бустер выкидывает Авик, чтобы не мозолил глаза. У Джейма есть. А больше никому и не нужно. Считает Бустер. И соответственно, чтобы оппоненты не подобрали. Все спокойно закрывает. Кикерт ждет флешки. Флешки дождался. Флешка себя ослепила. Не самая удачная флешка в целом. Полетает Молик на бочке. Кикерт. А вот здесь уже флешка от оппонента. И Джеки ставит. Своим оппоненту хедшот. Кикерт закрывает 4 в 2 большинство. И это первый раунд для команды Акума. И это сетап. С двумя снайперскими винтовками заигрывает. Да, да. Заиграл. Бустер последний около оппонента находится. Бомба под Б катушками потеряна. Вообще под катушками на самом деле. Потому что какие еще катушки есть? Кроме как около Б. Ну пускай будет Б катушки. Допустим. Вот. И на оппоненте сейчас ему выдадут кредит. Я чувствую, да? Ооооп. Нет, он сам. Гораздо. Смотри. Сергей Зудовы дал свинцовый кредит. Несколько грамм. Так сказать. Не будет сейвить свою жизнь. То есть у него теперь есть право сохранить свою жизнь. Молодец. Молодец. Ну и вот Акума. Первый действительно забирает. Причем забирает довольно эффективно. Здесь ВП удивились. Реально удивились такому сетапу. У Акумы. Фичерная. Ну если так можно сказать. Фичерная идея сработала, конечно. То есть это круто. Это прикольно. Но сколько раз так Акума могут удивить на своей защите команду ВП, я что-то не знаю. Ну, хороший вопрос. Пять раундов уже имеется. Ребят с командой Виртус Про за атаку. Это уже в целом достаточно плюс-минус такая минимальная история. Минимальный порог нормы, наверное, когда вы закрываете раунды за атаку на оверпассе. Но впереди еще вся половина. Впереди еще все вообще возможности у Мишек, которые можно будет закрыть. Джеки занимает позицию, отворачивается от Сэшки. Здесь не пошло по стрельбе. Кикер закрывает Джеки. Пять четыре. Большинство снайперских винтовки в этом раунде. Где находится вообще в целом Сайка? Здесь отлетает. Может быть на сейв сразу уйти ребятам из Акума. Пять три. Не стоит ли вообще пытаться выбивать демк? Если кого-нибудь найдет, нужно просто уходить. Нужно просто убегать. Да, чисто ЭБ здесь от команды ВП. Позиции нет на ретейк от команды Акума. Денег не очень много. Соответственно, скорее всего, предположительно, действительно стоило бы засейвить. Для того, чтобы дораскидаться чуть попозже. Выход на шестой раунд для команды Виртус Про получается у нас. Сайка пока не стреляет 1 на 6. Джеки пока не сильно стреляет 2 на 6. Сложная карта Уверпасс. В смысле, реально сложная. И киндер девятку читал, но против Сергеса не сработал. Здесь Сергес будет выживать. То есть тоже получает право, чтобы сохранить себе уже жизнь. Потому что ВП вот охотились, у них не получилось. Санцей сам же забирает этот экзит-фраг. Это на быкатушках было сделано. Санцей, пожалуй, поджал с двери. Пожал, руку пожал. 1-6. Коэффициенты от наших друзей. Из париматча 11 на Акума, 1-0-2 на Виртус Про, на победителя на карте, на оверпассе. Вы не забывайте про 100% бонус к первому депозиту, друзья. Кликайте на баннер по трансляции и приходите. Получайте замечательные подарки наших друзей из париматч. Ну, тут уже, конечно, такие похороны в виде коэффициентов. Да, это прям как шутка с шотландцами в лифте. Лифт на радиоуправлении, на голосовом управлении. Чуть позже расскажу шутку. Экиндер играется на B, взрывает лицо Джеки. Дэмко отвечает по Экиндеру. Дэмко, кстати, может быть интересная история для Акума. А ну, а ну. Тут вот позиции четверка-пятерка. Ну-ка, Сайка. Сайка забирает кикерта. Классные позиции. А ну. Эти чуваки, по-моему, могут. И причем очень аккуратно двигаются. По-моему, ВП здесь могут отлетать, если все получится по стрельбе у Камадакова. Так, Джейм вместе с бустером. В итоге 2 в 2. Сенсей прилетает здесь Молик. Очень неприятный по бустеру. С воды выход. Не смотрел. Сайка сюда. Но Сенсей на размене. Джейм против Сенсея. Снайперская дуэль. Бомба на руках. Не ждет. Ой-ой-ой. Сенсей, какая реакция. Какой классный выстрел. Сенсей даже в вебку показывает. Говорит, ура, мужики. Второй раунд закрыли. Сейчас камбэк пойдет. Не дал Джейму подумать. Ах, ты хитрый жук. Ты смотри. Он прекрасно понимал, что Джейм высокоинтеллектуальный игрок. И ему нужно не дать времени, чтобы он придумал вот что-то свое. Вот это вот, как обычно Джейм это делает. Ты смотри, а, на скорости успел. Вот это прям жирно сейчас. Очень быстро. Это 400 IQ, друзья. То есть человек закрыл для своего оппонента все выходы. И оппонент просто не успел сработать. Найс, найс. Найс от Камадакума сербис. На шарах. Опять же, ранние тайминги. Ему помогает Сенсей. Начинают Акому постепенно, ну типа по силе воли, да, по металлочке входить как бы в режим свой на первой половине. Счет, конечно, 2-6. Пока что разгромный, но начинают. Так, Сайка открывается. Ну вот правый угол зачекает. Нет, не зачекал. И Киндер закрывает Сайка. Сенсей просматривает потенциально как раз таки в угол. И Киндер, если он выйдет, то должен погибать. Да, Сенсей на размене 4 в 4. И Киндер, если он выйдет, то он не может выйти, то он не может выйти, если можно. И Сергис все-таки будет умирать от Кикерта. Если ВВП считали оппонента. Да, 4 в 3. Большинство для ребят с команды Virtus.pro. И ребятам нужно уже, соответственно, по всей видимости, выходить на точку B. Как раз таки попытка что-нибудь придумать на B сайте. О, тут Джеки. Вместе с демком прилетают гранаты. И заход на 20-й секунде от команды Virtus.pro. И вот вопрос, как это все дело закрывает против своих оппонентов. Демк зашивает, бомбу нужно убить, а Кикерт прикрывает бомбу и закрывает Джеки. Заметили. Но он, конечно, убирает Кикерта с дороги. Но проблема в том, что на удивление уже сработать не получится. А в позиционное преимущество, я, если честно, пока не уверен, что здесь вообще Демк может сделать. А Сенсей, а на холпе Сенсей получается. Ой, как тут сложно все. Для Акома теперь вот конкретно это уже сложно. Если в том раунде было прикольно, то в этом раунде, если честно, не вижу, чтобы было прикольно. Хотя Сенсей быстро забирает. Хотя Демк забирает Джим. Кстати, почему-то все наоборот получается здесь. И Санжар последний. Опа! И Сенсей забирает Санжара. Вот это да. А что, в ВП здесь заснули? У вас по позиционке типа в 2-3 раза позиции были лучше, мягко говоря. Да ого! Ты просто бецушечка там. Бецухи жесткие. Как две мои руки. У него одна такая. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Третий раунд для ребят команды Акума. 6-3. Закрывают раунд 2 в 4. Действительно. Ну и, в общем-то, потихонечку, помаленечку. Но счет начинают разбавлять. На первой половине. Ну, в режим входит, опять же, было заметно. Реально. До 2 кб от команды ВП. Ну, то посмотрим, что там за коэффициент такой в 11 от наших коллег из приматч. Может быть, и поменьше. Станин Сергеев, ранние тайминги. Выход на фонтан, отходит назад. То есть, посмотрел, отошел. Позицию сдал, но зачекал первым. Так, ну что ж. Здесь пистолеты у Virtus.pro. Мак-10 у и Киндера. Четыре пистолета у остальных. Мишек. Ну и посмотрим. Прилетает каешка на... Монстр. Кикерт вместе с тиммейтами. Прям, по всей видимости, будет просто... На счет раз-два-три. Забегать. И попробовать этот б-плэнт пойти всем вместе. Ну что, смотрим дальше. Пока 5 на 5. Мобильные пистолеты. То есть, чисто РАЖБ. Комрад, так сказать. И именно это и собирается ВП производить. Но с плитом. Не чисто через монстр, а прямо красивым стандартным сплитиком. Еще с теками. Прямо плюс В в лицо. Прямо хорошо, красиво, сочно, модно молодежно. Должно бы получаться. Но не получается. Вообще ничего не получается. Вообще ничего не получается. Жеки забирает троих. Да мы до этого забрали еще последнего. Санжи остается последним на катушках. Но, собственно, там, в принципе, можно и остаться. На самом деле. Тепло. Кормят. Поспать есть где. Вон он там, где-то слева приляг. Нормально. Пойдет. 4-6, дорогие друзья. Пока что в пользу команды ВП. Но Акума наращивает свой темп. Об этом я говорил уже раньше. И шутку, кстати, в чате кто-то вспомнил. И 11, так сказать, на коэффициенте уже не будет. Правда, там уже... Если там это, хотел нам рассказать какую-то про лифт. Да там уже время ушло ее рассказывать. Это вот как раз шутка и есть. Типа стоят шотландцы в лифте, который работает на голосовом управлении. И им надо на 11 этаж. Они такие... 11. А лифт такой им говорит. Я не понимаю, что вы говорите. Они такие... 11. А лифт такой... А я типа не понимаю. Они такие... 11. А лифт, короче, ну не работает. Потому что, ну, шотландцы. Такая шутка прекрасная. Ну, с тайкой шутка не понравилась. Не понравилась. Отлетел от хаешки Джейма. Прям от стыда, от кринжа прям все отлетело. Это 4 в 5 для команды Virtus.pro. Да, хорошее начало. Действительно, хаешки залетают здесь. Джейм с Галилом. Аккуратно, потихоньку. И киндер залезает. Бочку сейчас увидят, ребята. И в целом, может быть, даже получится сделать фраг. На бочках никого. Мы это видим. И киндер это видит. И киндер падает. Это слышат, наверное, ребята из команды Акума. Если там кто-то стоял. И опять, апплэт вообще не играется. У нас, знаете, как 2 на 2. А вот есть там такой режимчик в КСе, где играется на один плент. Вот примерно такая история в этом раунде. Чисто играем на один плент. Господа, про А забыли. 4 человека у команды Акума. В активе Сунсей забирает и киндер. 4 на 4 поджима Джеки. Ой, как ты рискуешь. Ой, как ты рискуешь. На гранате можно поймать оппонента. А второго тоже можно поймать. Это Джеки забирает бустера. Просто в щи на катушках раздал. 2 человека в активе у команды Virtus.pro. ВП начинают проседать под темпо ритмики от команды Акума. А-та-та-та-та. Вот эта тема работает на оверпассе внезапно. Так, ну и Джейм вместе с Санжо немножко в шоке. Что вообще дальше делать? Как? Быть. Как жить? Да, в этом раунде приходится уходить на сейв. И отдавать пятый раунд ребятам из команды Акума. Счет будет становиться 5-6. Друзья, ну и в общем-то на этом достаточно хорошо и достаточно уверенно заканчивается этот раунд. Хоть и начинался в большинстве. Для ВП. Для ВП. А потом Сенсей, потом поджим Джеки. Но честно, Сенсей, там ясно понятно, килл более-менее, ну, понятный. А по поводу Джеки, поджим вот в Солянова это чисто на стальных кружках. То есть чисто чувак выкатывается и типа будь что будет. Это вот уже как бы все идеи пошли. Нам повтор как раз покажут. Все идеи пошли в ход. То есть Джеки понимал, либо я выкатываюсь и я сейчас здесь суперэффективен, но я не знаю кто там что там. То есть я представляю, допустим, один или два человека, а то и три и там и так далее. Но это работает. Вот это нечитаемая тема. Знаете почему? Потому что так страшно делать. А Акуме не было страшно. Так, ну что ж. Смотрим, что у нас с вами. Будет далее. Минута 38 на таймере. И киндер с деглом на шарте. О, паньки кикерт. Затыкал там. Просто с P250 Джеки. Ранние тайминги на B. ВП также работают. Они такие, ах вы быстро можете, а давайте мы еще быстрее будем. И Джеки этого не ожидал. Это месть за прошлый раунд. Ну что ж. Минута 15 на таймере. Можно ли подобрать вот этот вот девайс Джеки? Или уже подобрали, ребята? Вопрос хороший. Так или иначе, Сенсей с авиком. Сенсей нельзя промахиваться. Сенсей не промахивается. Закрывается Анжара. Нужно подобрать его калаш. Кому-нибудь. Например, Екиндеру. У него есть армор. Но Екиндер далеко. Но не близко. Где-то далеко. Где есть земля. На Аплент, может быть, бомбер пойдет? Меня на самом деле интересует. Куда конкретно ВП выдвинуться с двумя калашами и двумя тяжелыми пистолетами? Аплент, кажется, там. Будут открывать Аплент. Насчет бомбы не знаю. Я вижу, что авангард команды Virtus.pro будет открывать Аплент. А вот насчет бомбера как будто бы фейк под А и выход как будто бы под Б. Но я не вижу это. Не, не вижу. Не, не, не. Это, походу, фул Аплент. Ну ладно. Так, ну что ж. Здесь прострел будет? Нет, не будет. Все-таки бомба установлена. И Киндер закрывает Сергиза. 4 в 3. Ситуация в большинстве. Бустер просматривает с дегла. Там уже два девайса. Сенсей закрывает Джейма. Кикерт. На дефолте Кикерт. Пока что надо под бомбу сыграть. Бустер. Бустер все-таки не убирает Сайка за руку. И Кикерт забирает сразу двоих моментально против Демка. Остаются вдвоем команды ВП. И этот раунд непонятно, как Демку тащить. Он еще и совапый. И опять же, еще два человека. Для Кикерта на самом деле легкий четвертый, если Кикерт Демка найдет. И причем Демку быстрее прям надо бежать, мотать удочки. Потому что у него 20 хп. Второй рамор на стальке хп от взрыва не спасет. Как бы сорян. В итоге он уходит. В итоге седьмой раунд за командой ВП. Вот это на. И Саплент поражали. Причем снизили темп. Вообще порвали темп на самом деле ВП. И прямо медленно, болотисто, на Аплент. Аккуратно. Почему, небось, даже думали еще все-таки мы под Б. Пойдем по чувака, который у нас под Б. Или все-таки под А лишь. Или под А, а получился. Сенсей. 1.63 КД. Вот, пожалуйста, на ДР-85. 26% хэдшот. По понятным причинам, почему такой слабенький. Потому что снайпер. Потому что играет с АВиком. Хэдшоты. Это не задача снайпера ставить абсолютно. Да и вообще, в целом, нет какой-то задачи в КС ставить хэдшоты. Да, конечно, хорошо иметь большой рейтинг по хэдшотам. Так, Джейм. Ать, залез. Джейм. Тут уже такие поздние тайминги. 33-я, да-да-да, это супер поздние тайминги. Киберспортивный поезд 35 раз как проехал. Ну, это типа офф-тайминговый подсад в таком случае для Джейма. То есть, читаемый подсад Джейм не хотел делать, как я понимаю. Так, девятка, 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 девятка. Нет, не дождался Джейм. Дождался. Ну, слишком долго уже, да. Надо уже работать. Потому что там поджим, на самом деле, атака. Мы идем двойка-единицу. Вместе это Сергис, это Сенсей. Снайпер. Ну, тяжеловато, наверное, будет так работать. Поэтому боношары уходят. Но на киндершпиль плац, и находится Сергис. Ладно. Хорошо. В трое мы стоим с командой Virtus.pro. Моя песочница, говорит Сергис. Мои машинки. Моя лопаточка для песка красная. Я тебе ничего не дам. И тебе ничего не дам, говорит Сенсей. Избреты киндер. Кикер Джеймс стоится вдвоем. Нормальная тема от команды Акума. Разогрелись, чуваки, я смотрю. Да, шестой раунд должны закрывать. Делать счет 6-7. Ну, а там останется всего два раунда в рамках первой половины. Но в любом случае, в семь раундов ребята из ВП взяли себя за атаку. Это вот на самом деле, наверное, должно хватать. Я полагаю. Но посмотрим, что придумают ребята из Акума. Здесь Кикерт закрывает Джеки. И 17 секунд надо унести два девайса. Джейму и Кикерту в следующий раунд. И это 6-7. Шестой раунд ребята из Акума. Закрывают за собой. Получается так. Ну, поджим топовый. На киндерш плеплац. Просто топовый, честно. Ну, в переводе с немецкого детская игровая площадка, собственно, да. И... Ну, там хорошо было. Если честно, не знаю, что сказать. Это было прям сочно-сочно. А вот теперь про шотландцев шутку я не пошучу. Пятерка на команду Акума от наших коллег из Parimatch. Победитель на карте 1.15 на Virtus.pro. Однако, здравствуйте. Депозит, точнее, бонус к депозиту 100%, друзья, не забывайте. Тоже для новых клиентов сервисов Parimatch. Существует эта прекрасная акция. Бонет под трансляцией вам расскажет об этом подробнее. Ежели вам интересно, крутите не сильно вниз и кликайте, как говорится, не сильно долго. Ну что ж, минут 45 на таймере. Молик отлетает на монстр. И смотрим, что у нас с вами будет дальше. Сенсей, контакт здесь близкий будет. И все-таки по Сенсею, кстати, попадает Джейм. Но, видимо, каким-то прострелом 21 хп у него остается. Джейма закрывает достаточно хорошо, уверенно. 5-4. Большинство здесь побежали ребята из ВП. Джеки закрывает кикерта, Сергей закрывает бустеры. Но Джеки забыли про Джеки. Джеки просто всех похоронил. Три фрага для него. 7-7 становится счет. Неожиданно, но на такой сложной широкой карте, как до Overpass, команда Акума начинают давить. Просто давить и давить. И действовать все эффективнее, все результативнее. И в своем вот изначальном темпе, если вот проще объяснять. То есть типа прямо быстро. Прямо давить и плюс быстро. И плюс это результативно, и плюс эффективно. Соответственно, против такого работать, когда вас так давит, вы как команда противника, вы изначально, если не успеваете под это работать, вы играете под дудку оппонента, по сути. Так что ВП несколько раундов подряд, буквально, играют под дудку команды Акума. Хотят они этого или нет. Это не имеет никакого значения здесь. Вот. Но Сергей, конечно, киндер приплат сквозь деревяху вообще топовый. То есть мне прям очень понравилось. Это очень-очень собрано. Это очень собрано. Это очень круто. И Сергей знал о том, что деревяшка снизу, есть пиксель, где видно ноги. Но я просто не подозревал, что настолько собранный парень просто. То есть вот прям вот это фулл фокус вообще на верпассе. Минута 40. Кикер здесь врывается. Джеки его закрывает. Но бустер на размене. Все-таки решили под конец сделать быстрый раунд. Он Сайка закрывает Санджи. 3 в 4. Меньшинством для ребят из Virtus.pro. Демк. Здесь шарта. Демк закроет. И киндер хорошим фликом. Причем бустер вместе с Джеймом остается последним. Против 4 игроков команды Акума. Восьмой раунд. Должны забирать Джейм со спины. Закроет Демка. 2 в 3. Подождите. Еще не все так просто. У Джейма Молик. Ой-ой-ой. Бустера потеряли. И Джейм последний. Сможешь ли ты, Али Джами, сыграть под свои оффтайминги, когда ты 1 в 3. То есть вот особенные какие-то вещи. И при этом тебя еще читает. Ну вот как здесь? Вот когда у него есть пространство развернуться, он разворачивается. Но когда вот его зажимают, ну вот как? Вот он пытается. Все попытка нет. Да, по бомберу пытался попасть. Здесь все-таки уже не получается. Ну, дорогие друзья, по поводу ВП первые раунды мы видели. Классно, все здорово. Но посмотрите, что дальше. То есть Акума вошли в свой фулл фокус. И прям вообще хорошо-хорошо. Прям очень хорошо. Ну, мейджор хайлайт вот этот, на самом деле. С прострелом на киндерский пласт вообще точно. То есть это прям, это вот не моргать, смотреть на пиксель под деревяхой. И типа и смотреть. И просто вот смотреть, 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 смотреть. И не пропустить. И все получается. Шикарно, не знаю. Реально шикарно. То есть ребята вот прям собрались. ВП нужно в ответ набрать форму, потому что иначе они на оверпасе могут отлететь. Так, ну, на самом деле сложновато. Будем смотреть вторая половина, как будет начинаться, и как в целом будет проходить. Потому что теоретически... Так, ух, ух, ух. Жестко, жестко, конечно. Здесь хорошая вторая половина, первая половина, как бы это ни звучало, но так и есть. Неплохая для ребят с командой Акума. Под конец собрались. В целом. Ну и, в общем-то, да, вот тот самый момент твой любимый. Видите, да, там вот снизу деревяха на свае, ну, грубо говоря. Ну, там не пиксель. Столбы, сваи и синонимичный ряд далее. Вот, там не пиксель, там их аж пикселей 25, опять же. Так что довольно широко. Но вот важный момент именно не проморгать. Вот Сергейс не проморгал. Топовые, на самом деле, чуваки-то из команды Акума. А вот используют, опять же, даже на сложный карток. Не только Overpass и Даст играется. Прям Overpass... Пу, господи, не только Mirage и Даст играется, а Overpass тоже приятный. Вторая пистолетка, друзья, погнали. Акума атакуют. Ребята из Virtus.pro будут защищаться. Давайте смотреть. Побежали. Минута 23. На таймере 16-го раунда пистолетка начинается. И команда Virtus.pro. Джейм, Джейм, Джейм. Ну, отлетает здесь Джейм от Сергиза. Ситуация уже неплохая. И Киндер ставит хэдшот по Сергизу. Здесь неплохо заживает. Надо уходить. Потому что по нему могли попасть. Правда, без трассеров. Потому что... Сайленсер, господи, на Юспе. Глушитель по-русски это называется. Точнее, глушитель. Ну вот. Но все равно. И Киндер очень сильно рискует на самом деле. Около смока забирает Джеки. И вообще, И Киндер ни пяди не сдаёт. Просто ни пяди не сдаёт своему оппоненту. Ну и Сенсей вместе с Демком последние. Которые здесь будут пытаться что-нибудь придумать. Бустер закрывает Сенсея. Демк без армора. С глаком. Против четырех игроков команды Virtus.pro. И по всей видимости пистолетка будет уходить именно за мишками. Очень сложно здесь демоном в этом раунде. Так. Ну и Демк. Последняя остаётся. Эту пистолетку ВПС Кровищева заберут. Тут прям приятно-приятно. Получается для них. Но на И Киндере. На планте выехано просто. Комб забирает одного. Санжер отлетает. 8-8. Акума бомбу не ставили. И теперь вопрос. Эко плюс ранний давайсный на третьем. Форс. Деглы. Плюс что-нибудь ещё. Победитель на карте, дорогие друзья. Коэффициенты от наших Элик Эспримач. Пятёрка на Акума пока что всё ещё. 1.15 на команду Virtus.pro. Не забывайте также про бонус к первому депозиту. Баннер по трансляции расскажет вам об этом подробнее. Эко. Атаку мы и третий ранний давайсный будет. Так. Ну что ж. Продолжаем, друзья, смотреть, что придумают здесь ребята из команды Акума. Ну, по всей видимости, действительно будут выводить своих оппонентов на 9-й раунд. Сделают счёт 9-8. Ну, а потом уже непосредственно будет Заку при счёте 9-8. Ну, а команде Virtus.pro сейчас нужно просто пускать своих тиммейтов, у кого там фармилочки, бустера, кекерта, санжа, чтобы ребята фармили по 600 долларов. Достаточно хорошую экономику отращивали. И было бы попроще в случае проигранных раундов для команды Virtus.pro. Джейм на ланге слышит и готов принимать. Джейм понимает, что там несколько игроков. Забирает одного, а второго, по-моему, уже мог бы не забирать. Но Акума не вываливается. О, развод тут на самом деле нормальный. Но Киндер забирает Эггеза, и Киндер забирает Джекки. Сенсей Сайко остается вдвоём здесь. Получает в лицо от Киндера Сайко и последний Сенсей. И здесь Санджи. Прекрасно понимает, где находится оппонент. Заранее ещё прячется, опять же. Сенсей будет тяжело. С другой стороны, это Эгграунд. Они вообще-то двоих забрали у КТ стороны ВП. Так что это стандартный, уже успешный Эгг, если что. Да, да, очень даже. Ну что ж, друзья. Девятый раунд для ВП. И Киндер видит. И Киндер дал инфу. Сложновато, но Кикет помогает здесь. И закрывает. От, от, пистолетики поменяли. Ну что, 9-8. 9-8. И закупка на все деньги для ребят с команды Акума. Видели коэффициенты, да? Достаточно, конечно, всё равно разгромная история. Как ни крути им, несмотря на счёт 9-8, но полиматч видит ВП уже в целом в гранд-финале против команды Гамбит. По таким коэффициентам. Ну, тем интереснее, наверное, потенциально будет гранд-финал. Потому что Акуму мы с Гамбитами уже два раза видели. А вот что будет с Virtus.pro? Немножко всё-таки интрига есть какая-то. Да, на оверпассе сильно интереснее, чем на Мираже. Самое смешное, что чуть позже и Киндер должен погибать, наверное, от Сергиза. Флэшка Сайка топовая здесь. Киндер приплац занимает команду Акума. И рефрага нет и не будет, потому что и Киндер там... Ну, он на своих двоих там выходил. Это, во-первых, Мираж. Карта сильно поуже была. И вот... Ну, мы знаем Акумы как сильных игроков на Мираже. Но, как оказалось, чем шире карта, тем Акуме тоже есть что показать. Например, болоту Б бустера забирают. Так, ну и 5 в 3. Большинство здесь за демонами. Большинство за атакой. Попытка что-нибудь придумать здесь для этих ребят. Санжи с Фамасом в пленте. Ну и Virtus.pro в целом пытаются угадать. Да и похоже, что угадывают. Джейм попадает по Сенсей, но это скаут. Это не летальный урон. Сенсей откидывает флешку. Сложновато здесь. Джейм открывается. Санжи закрывает Сайка. Это бомба, кстати. Сейчас Санжи закрывает еще и Джеки. Как так неаккуратно отыграли против игроков команды. Virtus.pro, ребята, из Акума. Ну и вот теперь вот уже все меняется совершенно в раунде. Единственное, что есть демк, который может ситуацию исправить. Зайти сзади, но время поджимает 30 секунд. Санжи. Санжи. О, и Сенсей еще забирает. На одном демке, на самом деле, не вытащится, потому что его уже читают, он будет погибать. И Сергис будет последний. Сэй ведь все-таки калаш. Здесь прочитаны были команды Акума. Virtus.pro были крайне аккуратны. Но это 10-й ран за командой ВП. ВП на КТ-стороне пока показывают силушку богатырскую. Медвежью. В данном случае. 8-10. У нас будет счет по поводу денег Атакумы. Все довольно грустно, потому что это их ранее давать. Но это означает, что сейчас до 2-х кап калаш. То есть, типа, 2 тэка, 2 дегла, допустим. Так, ну что ж. Ну что ж, друзья, 10-8 для ребят из команды Virtus.pro. Потихоньку, помаленьку. Но, может быть, что-нибудь придумают ребята из Акума. Как-нибудь парочку раундов нам дадут посмотреть интересных. Сергия здесь с калашом остается с прошлого раунда. Опять же, есть армор. Нет гранат абсолютно. Только смоку в Сайко. Ну и очередной полноценный хороший девайсный раунд от команды Virtus.pro. Должны, по идее, выходить на 11-й. Посмотрим. Сайко погибает. Лонг от Джейма ранее танки. И киндер видел оппонента ЖКи на развороте. Дает еще Санжар. Это 2 разных позиции. Вообще, бустер закрывает одну из них. Это было B. Но на Апланте рефрага не было от команды Virtus.pro. По итогу 3 в 3. Джеки. По Сенсею там попадают. 38 хп у него остается Джеки. А Джеки, кстати, здесь может наказать Джейма. Не, Джейм. Хорошие тайминги. Закрывает Джеки. Возможно, информация была. Потому что так прям за секунду увидел. Ну, как бы или прочувствовал, или услышал своего оппонента. 3 в 2 большинство для ВП. Сергей со Сенсею пока. Окола туалетов, около плента. Сложно здесь будет играть. Два человека их будут принимать. Андерпассы от Сенсея. Что там происходит у Сенсея конкретно? Что происходит? Семерка. Сенсей. Ой, какие тайминги. Господи. А Бомбера позовет? И Сергей такой. Пацаны, пацаны. Я иду. А там Семерка. Герб похоронит Бомбера или нет? Нет, нет. Не похоронит Бомбера. Но все услышали. Здесь Сенсей. Ооо, просто IQ 334 тысячи. Просто Сенсей забирает бустеры. И 2 в 2 остаются ребята. Сенсей еще смотрит девятку сразу же моментально. Но Кикерт самый важный игрок здесь. Так, ну по Сенсейу там, кстати, было пробитие. Джейм попадал. Калаш. Джейм все-таки закрывает Сергиза. Но Кикерт со спины. Сенсейу здесь очень сложно будет без армора. Да. Хедшот. Джейм справляется в целом. Квадр килл. Достаточно уверенный. Здесь возьмет Калашников, а Кикерт раздиффузит бомбу. Одиннадцатый раунд для команды Virtus.pro. Одиннадцать восемь становится счет. Ну и в общем-то потихоньку, помаленьку, но ребята уже выходят на близкие раунды для себя. И на закрытие своих потенциально оппонентов со счетом 2-0. Да, да. ВП пока хорошо. Хорошая защита. Очень аккуратно и нравится. В эндшпилях раундов очень хорошо работает. Вот это, на самом деле, самый основной принцип команды ВП в победе сейчас на КТ-стороне. Они конкретно оконечник раунда разыгрывают прям сочно, хорошо, собрано, прям как надо. По позиционной войне как надо, по зажиму оппонентов, по Акума как надо и так далее. Молодцы. ВП здесь молодцы. Тир-1 коллектив, собственно. По поводу таких ситуаций. По поводу Акумы и раунда номер 20. У них бай. И мы смотрим, как здесь, что будет, куда. Сенсей, и киндер, забрал. Это около плента туалета. 5-4. Большинство для ребят из команды Акума. Ну и смотрим, что у нас с вами будет дальше. Отлетает Молик. Здесь буст потенциальный. Санжи дает. Джеки. Джеки слышит. Все, Джеки слышит. Все, что нужно, все он будет контролировать. 5-4 большинство для него. Ну и вот попытка придумать что-нибудь интересное от ребят из команды Virtus.pro. Возможно, какой-то поджимчик на шарте. Но Бустер играет очень с Ивова. Без каких-либо пока что пиков. Ребята ждут. И ждут втроем. Так, катушки B получается. То есть пока вроде как под B потенциальный выход от команды Акума. Против четырех оппонентов, то есть Мишинс 2. Конкретно сейчас против троих на B. Это 0-6-7. Это Санжи бустер-кикер. Сайко. О, кусок смока. Не то, что он ему прям помогает. Но, тем не менее, за ним можно постоять. Пока смок не развелся. Интересно, думает ли о право Сайко. Пока думает о лево. Лево закрывает, право не закрывает. Опа! На дотекание. Все-таки Сергей заработает. Санжи на размене по демку. Санжи еще. Сергей забирает. Санжи с Джеки остаются вдвоем пока что. Пешка там залетала. Джейма трехочковая. И закрывает он Сансея. 12-й раунд для команды Virtus.pro в меньшинстве принимали. Ну и в меньшинстве, соответственно, закрыли своих оппонентов достаточно уверенно. Ну что ж, Джейм. Нет, нет. Нет времени выпить чаек немножко позже. Четыре раунда нужно выиграть. А потом уже можно полноценно себе еще одну кружечку заварить. И, соответственно, ее и выпить. Но пока есть работа. Есть четыре раунда, которые нужно закрыть. Ребята, мы с командой Virtus.pro против Акумы. Посмотрим, что да как. Смотрим. Бай для команды Акума. Сейчас на последние деньги. То есть либо сейчас что-то интересное показывают. И ВП подскальзывается, допустим. И у команды появляется шанс на карте Доверпас. Либо, собственно, не показывают. И дальше уже будет сложный киндер забрать демка. Прострелом. Б-болото, да, было взято. Ну и монстр русско выходит. Ой-ой-ой, от бочек все отлетает. Ай-яй-яй. Ну что ж, господа. Сенсей закрывает бустером 2 в 4. Большинство для ВП. Двукратное. Сложновато. Конечно, нужно, не знаю, что на сейф убегать. Но нет, бомба остается. Сайка ждет. Сенсей, может быть, там попробует что-нибудь придумать. Как-нибудь пошуметь. Сайка просто в ожидании всего замечательного. Но, по всей видимости, мы с вами будем свидетелями того, что Virtus.pro будут играть все-таки в финале. В гранд-финале вместе с командой Gambit. Но Акума, ребята, молодцы. Ребята действительно совершили какой-то невероятный подвиг. Они закрывают третье место. Похоже, что за собой. И третье место на РМР турнире, где играют такие гранды, как, не знаю, Na'Vi Gambit, Spirit, Force, Virtus.pro. Очень много серьезных команд. Он был, АК-23. Это большой успех. Это огромный успех. Да, да. Акума в любом случае молодцы. Прошли действительно долгий путь. Но... Интропика еще, да. Все уже поняли габариты туфельки Золушки. И под эти габариты уже Virtus.pro в том числе подстраиваются. Потому что конкретно ОВП были все возможности посмотреть вообще любые демки того, как Акума играют абсолютно где угодно за прошедшие N дней, да? Долго-долго прям долго. Вот. И постепенно подстраиваются. Так что Virtus.pro свою там туфельку сварили. Вот. И эта туфелька не лезет в команде Акума. Совсем никак. Ну что ж. Три раунда отделяют команду Virtus.pro от победы в рамках этого матча. Победы достаточно уверенные за счетом 2-0. Ну и закупка от команды Акума будет до 2000 с потенциальными сейвами Сенсеи с Калашом. Демк у нас в этом раунде со Скаутом. Тек-9. Оп. Паньки. Демк. Вот и Скаут, кстати. Баджейму залетает очень неплохо и Киндер наразмене на 4 в 4 от Смок неудачный. Но придется отойти. Отойдет, да. Демк на шарах сейчас 4 в 4. Ну, давай, Саните, конечно. Скаут, Калаш, так, наверное, Сергий за. Погибает катушки. Поджим катушек от бустера. Ой, Киндер. Я думал вообще справиться с Сенсеем. Мне показалось. Ну, нет, я здесь ошибся Сенсеем. Все-таки на то, что на лице забирает оппонента. Бомбу Сенсеем заберет. Но здесь поджим шестерки это бустер. Но позиция бустера была известна потому, что он там уже и поджимал. Соответственно, вопрос сейчас к Сенсею. Ты с пакетом пойдешь один сюда или к тебе пойдет Сергий и Демк? А-а-а. Вот это прикол. Я понял. Мы играем в гляделки с бустером, пока основной костяк команды убирает с дороги Санжара. Санжи. Санжи. Ай-яй-яй. Здесь по стрельбе я немножко решил в самом начале отыграть. Санжи, зажим. Здесь сложно, тяжко. Санжи ждет просто-напросто 30 секунд. Ребята решили по времени сыграть, потому что игрок оттянулся в плент бустера. Хотя, кстати, позицию очень хорошую имел в целом, но информация была. А теперь вопрос бустера Сенсеи в гляделке переиграл или нет, мы узнаем в ближайшие секунды. Потому что есть ощущение, что, может быть, переиграл. Сенсеи все-таки погибает. Забирает оппонента Санжи. И последний подойдет Сергей. Нет, не переиграл. Ну, точнее, может, в гляделке и переиграл, но здесь Санжи вместе с товарищами были из ВП. Товарищи из ВП были готовы. Бэплэнт совершенно спокойно надо забирать. На что-то мы, наверное, последний раунд посмотрим, я чувствую, если честно. Да, да, скорее всего, близится развязка, близится итог этого замечательного противостояния, но и все-таки Акума находится в двух раундах от поражения на этом оверпассе, ну, соответственно, в целом, в рамках этого турнира Эпик Лиги. Джейм со снайперской винтовкой заходит в коннектор, здесь попытается кого-нибудь найти, а найти он здесь может Джеки, который уже прямо вот близко, но Джеки вот через стену как стреляет, смотри как, а, Джейм равна размене, но 4 в 3, большинство по Акуме устьяр, и не такое уж и большинство. Не большинство, Сайка, но здесь надо размене демп играть, оу, еще Джейму забирать демп, вот это вот, вот это на самом деле тема вообще для команды Акума, для того, чтобы на 9 выйти, мало того, что они в большинстве, но здесь вот сервер успешных разменов для Акумы и успешной позиционной войны, на самом деле, здесь работают хорошо. Кикерт остался последний, в общем и целом он здесь будет угадывать, и есть даже некоторые шансы у Кикерта, чтобы выдать кредит Сенсею, но Сенсей сам город кредиты выдавать, здесь 9-14, пока что счет, и внезапно мы приходим к осознанию того, что гуманитарная катастрофа команды Virtus.pro. Так, ну, ситуация, сложная, конечно, по деньгам УВП, но в целом ничего прям глобального, наверное, не произошло по-прежнему, но закупаться тут интересно, Кикер 3000 оставляет, остальные игроки плюс-минус по пистолетам, снайперская винтовка для Джейма, но возможно эта снайперская винтовка как-нибудь придумают что-нибудь для команды Virtus.pro. Глянем, минут 35 на таймере, начало раунда от команды Акума. Ну что, едем далее, Джейм опять же по ДВП, тяжелые пистолеты от команды ВП, вот, да, все, все сказал, Джейм в андерпассах на самом деле уже находился, до сего момента и что-то его там как будто бы перестают читать. Сброшена бомба, Наташина налег, а до Акума тут еще важный момент. Санжи, понятно, забирают, но делать там шажем, что еще было ее. Он может забрать еще и демка, где-то не очень аккуратно Акума играют, вот прям супер неаккуратно и чуть ли Сайка не погибает. Погибнет сейчас, погибнет же, небось. Похоже на правду. И будем смотреть, что у нас с вами будет далее. 19 хп у Сайка. Откидывается смок на шорт. Ну, слушай, кстати, очень сложно. Это будет... Сейчас, ребят, мы за Акуму растащить. Три игрока на Апленте, один игрок на Бпленте, это как раз Джейм. И на Джейма смотрит вся сторона. Но команда Акуму ходит под Аплент, где и Киндер вместе с Бустером. на Аплент. Да, идут ребята из команды Акумы. Сенсей. Видел оппонента около банка. Карту тоже Сенсей чекает, но их Киндер не забирает. Сергис мог бы отлететь, но не отлетел. Здесь около Ланга Сергис и Сайка вдвоем. 10 секунд. Почти безвыходная ситуация, друзья. Кикер! Не прикроет. Не-не-не, здесь без моментов на стороне команды Витус Про. Луновый бай на все деньги для Акумы денег в принципе более-менее хватит, но в целом выглядит как ТМ, в целом выглядит как около 16-й на самом деле для ВП. Может быть, Акуму зацепится, но посмотрим. Шесть матч-поинтов, друзья. Ребята из команды Витус Про имеют достаточно хорошую возможность прямо сейчас закрыть абсолютно всех и вся. И отправиться в гранд-финал в гранд-финал, соответственно, уже к команде Гамбит, которые в целом, я думаю, готовы к команде Витус Про. Очевидно, что они 100% готовы к Акуме были. Ну и к Витус Про также, ребята, я уверен, что готовы. Бустер по лангум потихонечку заходит. Посмотрим, что здесь придумают ребята. Бустер отлетает от Сен-Сэя. 5-4 большинство за Акумы. Пока есть, да. Но пытаются волю к победе собрать ребята из команды Акумы. Последний Кикер и Киндер Джейм и Санжа остаются в активе. У команды Витус Про Джейм на ВП, соответственно, остальные там М-ки и Трофейные калаши тоже есть. Один. У Кикер-то конкретно. После того, как есть Open без рефрага для команды Акумы, Акума понимает, что, в принципе, во-первых, они в большинстве, во-вторых, можно что-то подпушить, пока выбирают для подпушить Аплэнд конкретно. Джейм. Джейм рискует, как обычно, забирает МК, это рефраг. И Джейм настолько в тайминге для Акумы был, что Акума не рефрагует Джейма никак. 55 секунд. Очень сложно, очень тяжко здесь для ребят из команды Акумы. Времени все меньше. Заход Санжи по стрельбе пока сложно. 46 хп. Молик горит. Джейм. Джейм. Джейм подгорает, тоже отходит. Ситуация 36 секунд на таймере. Очень сложно. Тяжко. Кикер. Ой-ой-ой-ой. Закрывает Сайка. 4 в 3. Но похоже, друзья, что это заход на победу. Габелла просто для Акумы на самом деле. Их ждут вообще на аплэнте со всех сторон. КамАЗ никто не чекает. Кикер забирает одного, забирает второго. Джеки остается последний. 9 в 16. С таким счетом заканчивается это противостояние, дорогие друзья. И Акума из консолидейшн файнала не проходит финал, как вы понимаете. Но мы говорим вам огромное спасибо. Это очень классное путешествие на протяжении 20 дней. Акума даже больше. Ребята играли еще и квалификации. Поэтому действительно очень-очень здорово и очень классно. И с квалификацией на третье место Эпик Лиги. Это отличный результат. Студия-аналитики для вас проанализирует этот замечательный матч. Да, спасибо большое, ребята. Команда Акума у нас действительно занимает третье место. Зарабатывает для себя 1400 РМР-поинтов, немножечко денег, ну и, конечно, респект от аудитории, которая верила в эту команду, либо, наоборот, которых удивили. И, соответственно, у нас также есть новость о том, что команда Navi и Entropic Red не будут, потому что ребята решили распилить по 50 очков и просто не катать, оставив с собой. Так звучало. Распили. Распилили. А что? Как будто сотка это жилет. Как будто бюджет непонятно. Распилили. В любом случае, да, на самом деле, все правильно сделали, от чего вообще, в принципе. А зачем вы играете? Что, типа, чтобы просто понимать? Кроме этого, дадут всем посмотреть хорошо гранд-финал, быстрее серию, самое интересное, что у нас будет на этом турнире, да. И Virtus.pro в этом гранд-финале будет тоже намного интереснее, потому что Акума против Гамбит мы уже видели, и сейчас у нас будет матч, которого, кстати, еще и не было в рамках РМР-турнира, потому что, ну, большинство команд с друг другом поиграли из Шлистарки. Соответственно, Плофи тоже матчей много было, но ВП с Гамбитами не пересекались. Я перепроверил, вроде как точно так и было. Вот, так что это очень-очень круто, что у нас в гранд-финале ВП будут сражаться против Гамбитов. Я уверен, что у них есть чего доказывать нам. А с точки зрения именно этой карты мне понравилось. Я вот говорил о том, что Акума, правда, будет постоянно играть под контакты, под ранние, соответственно, заходы под флешки и так далее. Очень круто. Реально. Несмотря на то, что счет 16-9, и вы скажете, что Акума приграла, но мне, честно говоря, понравилась их дефенс. Очевидно, что в клатч-моментах все в печали, в постплент-моментах все в печали. Но вот именно в Early Game, когда они влетают просто-напросто, играют под спавн, играют двойками, у них реально был. И не всегда работал, но был, и он создал напряжение против Virtus.pro, и это, по факту, лучшее, что могли представить Акума, они это сделали. А по пик-оффам как тебе, Акума? Так я тебе об этом и говорю, пик-офф, да? Это на мой главный. почему это так удивляет, потому что слово при дефолтное... Ну, типа, англоязычные говорят пикать, да, когда ты выходишь, соответственно, и пик-офф, это когда ты сделал фраг, это же... Не знаю, для меня это пик-офф, потому что я говорю, постоянно выиграть entry-division, и все. Ну, вот-вот это звучит. Не знаю, давайте плюс в чат, если пик-офф лучше, минус в чат. Да там невозможно написать плюс, там же этот... А, смайл-мод. У нас смайл-мод, да. Ну, тогда Серегу Ревен кидайте в чат. Слушай, ну, один раунд, как и на Мираже, на второй половине. То есть пацаны на первой... Я, опять же, с атаку. Да, первую половину пацаны прям молодцы, несмотря на то, что, да, опять же, они на протяжении долгого времени уступали в АП, но все-таки они дожали. Но, знаешь, есть какая-то мотивация внутри себя, они умеют бороться до конца, но такое ощущение, что у них тумблер какой-то бам на второй половине. И все. И, кстати, очередной ТМ. Да, четвертый подряд. Как оно так? Почему оно так работает? Потому что половина 8-7 заканчивается. 7-8, 8-7, и все равно только один раунд, и получается либо девятка, либо восьмерка. Слушай, ну, давай так. Заслуженное поражение и вчера, и сегодня. Абсолютно все по делу. Наглую они были ниже, чем сегодня ВП, чем вчера команда Гамбит, соответственно. Ну, третье место, извини меня, для команды Акубит. Из опен-квалификации. Это единственная команда, которая, по-моему, вышла у нас в принципе, да? Из опен-квал, да, потому что К-23 были приглашенные в Маклос-квали. А, приглашенные закрытые, да. Думав, что его принимаете прямой. Не-не-не-не-не-не-не. Вот, ну, слушайте, опять же, да, команда ВП продемонстрировала, опять же, и очень крутую синергию на позиционках, да, и в защите команда ВП смотрелась очень интересно, очень тактично важные и верные решения и в атаке были разыграны. То есть, ну, и здесь не совсем, так скажем, привычно видеть кикерта на первом месте, да, потому что мы отмечаем либо там Джейма, либо Бустер, либо и Киндер. Санджи, кстати, на оверпассе бесконечно хорош. Я не знаю, игра Санджара в рамках оверпасса это просто, как знаешь, хрестоматия Counter-Strike. Это прям просто браво. Санджи, как всегда, великолепен, очень много черновой работы проделывает, действительно, для команды делает огромный спейс. Ну, команде Акума в любом случае мы дальше желаем удачи, желаем им ни в коем случае не падать в какой-то там тильт, только работать над собой. Ну, и... Ну, в Сан Сейхар уже 27 фрагов на 15. Больше всех на карте наколотил, но вот Сайка ребятам не хватило явно. 5 фрагов, это несерьезно. 0, сколько там получается? Меньше, чем 0,25 кд вышло. 0,32. Это халтовый рейтинг. Ага. Ой, у меня здесь просто телефон в середине. Окей. Окей. У нас Джейми, игрок команды Virtus.pro на связи, поэтому давайте пообщаемся. Привет, Джейми. Как настроение? Ожидал ли, что так легко пройдетесь по команде Акума? Опять же, 2-0 без ТБшки даже одной. Да, были такие подозрения, что сможем выиграть их 2-0, но не теряли фокуса на игре. А что было в первом вашем матче против данной команды? Что помешало вам также уверенно победить их в прошлый раз? Не знаю. Всякие факторы, обстоятельства, течение всяких, ну, реально обстоятельств, там, тайминги, то, что нас поджимали, и мы шли постоянно, ну, на, ну, как бы не на меньшинство, даже в преимуществе, где-то, ну, переигрывали нас по всем фронтам просто в первой игре. Да, ну, тут явно подсобрались вы, у ребят явно тоже есть вопросы. Да, Джеймс, скажи, пожалуйста, ощутил ли ты какую-то прям разницу между теми Акума и нынешними Акума? То есть в первом матче, во втором? То есть играли они так же или играли по-другому сейчас? Ну, они, то есть если поджимы были, ну, то есть это дело не в поджимах, а когда они делаются, и они не в тему сегодня делались, наверное, либо мы были готовы к этому, либо еще что-то случилось, но сегодня как-то, ну, это игра рандома, ну, по идее, когда ты поджимаешь, и иногда тебе может повезти, а иногда может не повезти. А вы что-то меняли в преддверии этого матча, или вы просто, ну, то есть незначительные моменты фиксили после предыдущей встречи, а в целом игра была так же, что и в первом матче? Ну, пистолетку просто поменяли за КТ-Т, и все. Окей, спасибо, Дим. Есть вопросы? Почему не ДАЗ-2? Главный вопрос, очевидно. Ну, потому что об этом говорили и Гамбиты, да, о том, что если вы пикнете его, тогда у вас не получится выиграть, соответственно, вы решили в оверпасс пойти. Потому что в ДАЗ-2 мы проигрывали, а они выигрывали в ДАЗ-2, а мы оверпасс выигрывали, а они проигрывали. Легкий. Идеальный ответ. Что еще можно? Супер, супер. Джеймс, спасибо тебе большое. Кстати, у меня один вопрос последних тебе остался. Для тебя игра в нижней сетке и сейчас еще гранд-финал, это плюс, потому что разогрелись, или минус, потому что придется играть еще сверху Best of 5? Ну, это плюс, конечно. Конечно, всегда нравится играть 8 карт, 7 карт. Это только пятая, и мы разыгрываемся как команда, и должны показать хорошие результаты. Спасибо тебе большое, Джеймс, за твои ответы. Удачи вам в гранд-финале. Это был снайпер команды Virtus.pro, но мы переходим дальше на студию. Позитивно, абсолютно, все разложил по полочкам. Мы проиграли, они выиграли, все замечательно, все здорово. В этом плане. Да, ну, видно, что в настроении, вот меня волновал вопрос, типа, не помешает ли им то, что сейчас они вот много карт не играют себе? официально принята идеология о том, что, типа, не больше 2 БВ3 в день. Еще когда собирался этот вот профсоюз вокруг команд, когда они собирали, когда они решили, что надо выдвигать определенные требования к ТО, одна из основных причин, почему это все было собрано, чтобы не было больше 2 БВ3 в день. Желательно 1 БВ3, но если 2, то это как раз нижняя и верхняя сетка. В других ситуациях обычно вот реально стараются сделать все для того, чтобы играть 1 БВ3. Если больше, типа, 2, то все, там уже начинаются разборки и все серьезно. Соответственно, БВ3-БВ5 тяжело, очевидно, но мы будем надеяться, что похвастило. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле. У нас будет пауза перед гранд-финалом. Будет не то, чтобы большая или суперкороткая, но нам придется немножко подождать, чтобы увидеть в Best of 5 формате это противостояние, уже точно понять, кто же будет number one в этом РМР-турнире. Ну, увидимся с вами через полчасика. Далеко не уходите. Субтитры создавал DimaTorzok